МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Направление развития города. Саров посетили депутаты Государственной Думы. Выявить рак на ранних стадиях. Врачи КБ номер 50 прошли обучение в Нижегородском онкоцентре. Нетрезвый водитель ГИБДД провела профилактическую акцию. Далее расскажем во всем подробно. Жильцам дадут беспроцентную рассрочку на оплату перерасчетов за тепло. Платить за отопление только в холодное время года предлагает Минстрой. Ведомство разработало постановление о переходе на этот механизм оплаты всех регионов. Он не коснется только Москвы. Сейчас для жителей домов, где есть общедомовые счетчики, есть два варианта оплаты отопления. Первый, когда жители платят только по фактическим показаниям счетчиков. В этом случае плата каждый месяц варьируется, а летом жители за тепло не платят. Второй, когда оплата идет равными долями в течение года. В этом случае плата за отопление круглый год одинакова. А в первом квартале следующего года производится перерасчет, с учетом того, сколько тепла за год по показаниям счетчиков потратили жильцы. Если год оказался заметно теплее предыдущего, перерасчет может быть сделан в пользу них. Если холоднее, им придется доплатить. Минстрой предложил повсеместный, кроме Москвы, переход на способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода. Переход должен завершиться к началу 2024 года. До этого корректировать плату за отопление можно будет в течение более продолжительного срока, до 1 июня следующего года. Также граждане смогут подать заявление о предоставлении беспроцентной рассрочки на три месяца на внесение суммы перерасчета. В Саров посетили депутаты Государственной Думы Юрий Станкевич и Вячеслав Фомичев. В рамках визита народные избранники встретились с главой города Алексеем Сафоновым, представителями ядерного центра, а также осмотрели исторические достопримечательности города. Подробности далее. Вытянули, да? Прыгнули, убираемся. Все, тянем. Тянем стеной, а не руками. В музее военно-морской славы депутат Государственной Думы Юрий Станкевич попробовал себя в роли грибца на морской шлюпке Ял-6. Многие экспонаты музея гостям города были уже знакомы. Этой весной передвижную выставку, посвященную жизни и подвигам прославленного адмирала Федора Ушакова, представили в Государственной Думе. Впрочем, не в полном составе. Экскурсия по музее получилась живой, яркой и динамичной. Большое спасибо хранителям музея, руководителям музея Сергею Михайловичу Яковлеву за то, что он вкладывает каждый день частичку своей души для того, чтобы эта экспозиция приумножалась. И те люди, которые сюда приезжают, в первую очередь, конечно, это подрастающее поколение, они действительно понимали, в какой великой, большой стране они живут. Познакомиться с богатой историей закрытого города, увидеть своими глазами, как живет Саров, узнать, какие значимые вопросы его развития можно внести в повестку Госдумы, а также обсудить вопросы бюджетной обеспеченности и создания комфортных условий для жизни саровчан. В рамках визита депутаты встретились с главой города Алексеем Сафоновым. Очень содержательное общение, подробный рассказ об истории Сарова, о тех вопросах, которыми сегодня живет город, о перспективах развития. Мы получили довольно исчерпывающую информацию о том, что большие бюджетные средства планируются направить и в среднесрочной, долгосрочной перспективе, и существенной поддержкой для молодых семей, для тех ученых, которые будут приезжать. В Сарове депутаты пробыли день. Народные избранники успели не только провести деловые встречи, но и познакомились с достопримечательностями города, а также побывали в музее ядерного оружия. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Хлебопекарная отрасль Нижегородской области работает стабильно в региональном министерстве сельского хозяйства, отмечая, что хлеб и хлебобулочные изделия в регионе производят около 200 организаций. Хлебопеков, как и другой бизнес, поддерживает государство. Например, субсидии на компенсацию части затрат на производство и реализацию. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В майские праздники для жителей Нижегородской области запустят дополнительные поезда. Пять дополнительных рейсов совершит поезд номер 339-340, который курсирует между Нижним Новгородом и Новороссийском. Нижний и Москву также соединят дополнительные поезда. Полную информацию о расписании можно узнать на официальном сайте РЖД, а также в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8 800 775 0000. Звонок бесплатный. Педагог лицея номер 15 Дмитрий Григорьев продолжает борьбу за звание Учитель Годы России. Соровин стал победителем. В начале апреля представлял наш город на зональном этапе Всероссийского конкурса, который проходил в Новашинском округе. По итогам проведения всех зональных этапов 15 учителей станут участниками конкурсных испытаний, методическая мастерская и урок. Из них определят пять лучших учителей, которые в мае отправятся на финал регионального этапа в Нижний Новгород. Детская музыкальная школа имени Балакирева объявляет набор учеников на новый учебный год. Можно выбрать из широкого перечня бесплатных предпрофессиональных программ. Детей научат играть на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, кларнете, саксофоне, трубе, тромбоне, аккордеоне, баяне, балалайке, домре, гитаре. Также можно записать своего ребенка на хоровое пение и академический вокал. Принимают детей 6,5 лет, а также ребят 10-12 лет на народные духовые инструменты. Телефон для справок 981 87. Три дня упорной работы, тестирования, дискуссии, практические занятия. На базе детского сада номер 30 «Гвоздичка» в рамках проекта «Школа Росатома» прошли стажировку 19 педагогов из 14 закрытых городов в присутствии госкорпорации. Ведущая стажировки Елена Барышева представила участникам свою авторскую технологию. Подробности далее. Мимика, жесты пластика, умение перевоплощаться с помощью языка выразительных движений в образных играх для детей 4-5 лет для педагога играет значимую роль. Основные правила и принципы образных перевоплощений на стажировке в рамках проекта «Школа Росатома» изучали 19 участников из 14 городов присутствия госкорпорации. Проводили обучение в онлайн-формате на базе детского сада номер 30 «Гвоздичка». Стажеры в процессе первого стажировочного дня, во-первых, познакомились, прошли входное аутотестирование. Они конкретно познакомились с понятиями, которые входили в тему моей стажировки. Во второй день педагогам из других городов представилась возможность понаблюдать за непосредственно моей работой. Стажеры могли наблюдать за занятием с детьми в режиме онлайн. Заключительный третий день занятий посвятили обсуждениям стажерских проб. Перед этим участники попробовали провести в садах свои мероприятия, основываясь на знаниях, которые получили. А затем непосредственно с ведущей стажировки Еленой Барышевой подвели итоги работы, высказали свои идеи и предложения в формате открытого микрофона. Каждый день у нас это было четыре астрономических часа. Плюс это еще дополнительная работа стажеров, уже непосредственно самостоятельный блок работы у них был. То есть в мини-группах, потому что мы их изначально разделили на несколько мини-групп, чтобы им так было удобнее работать. Соответственно, они вот от стажировочного дня от одного до другого, вот у них был блок такой самостоятельной работы именно в мини-группах. Мудрецы, милашки, фантики, рассольник – такие разные и причудливые названия команд объединила общая деталь. В каждом из них спряталась по одной музыкальной ноте. Легкая, веселая и безо всяких сомнений творческая. Такая атмосфера царила в онлайн-чате стажировки на протяжении всех трех дней. Ведущая стажировки Барышева Елена Сергеевна, музыкальный руководитель, представила авторскую технологию, которая показывает, что сейчас музыкальный руководитель – это не просто музыкант, который владеет инструментами и развивает музыкальные способности ребенка. Но прежде всего это педагог, обладающий игровыми компетенциями, который может раскрыть в игре творческий потенциал каждого ребенка. Закончили стажировку песни, и для детского сада «Гвоздичка» уже стала доброй традицией завершать мероприятие творческими номерами. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Продолжается голосование по выбору приоритетного объекта благоустройства на 2023 год. Саровчане смогут отдать свой голос за сквер в районе дома номер один по проспекту Мира или зону отдыха на пруду Боровом. Проект, который наберет большее количество голосов, будет благоустроен за счет городского, областного и федерального бюджетов. Напомним, что оба проекта уже выставляли на голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Тогда победил сквер за администрацией. Работы первой очереди уже начались. Они включают в себя расширение и устройство дорожек, бордюров, цветников, высадку газона и так далее. Голосование продлится до 30 мая. Отдать свой голос можно на сайте «Голос за». Это занимает не более пяти минут. Чтобы Саров попал в проект, нужно, чтобы проголосовало как минимум 8600 горожан. Раннее выявление онкологического заболевания значительно увеличивает шансы пациента на полное выздоровление. В целях повышения навыков онконастороженности на базе регионального онкологического диспансера для сотрудников КБ номер 50 прошли индивидуальные практические занятия по дерматоскопии и кольпоскопии. Рак шейки матки – одно из наиболее распространенных злокачественных новообразований у женщин. Если заболевание выявляют на поздних стадиях, оно быстро приводит к значительному ухудшению качества жизни, а зачастую и к летальному исходу, так как возможность его лечения ограниченная. Для того, чтобы предотвратить развитие этого коварного недуга, женщинам необходимо раз в год посещать гинеколога. Рак шейки матки просто так за месяц, за два он не берет. То есть это должно пройти определенный период времени. Как правило, это занимает от трех до пяти лет. И пациентке, у которой мы видим какие-то изменения, или в цитологии, или визуально, в полипоскопии какие-то изменения видим, мы ей можем рекомендовать до обследования. Такие как ПЦР на вирус папиллома человека. В начале апреля Оксана Александровна побывала в Нижегородском областном клиническом онкодиспансере на практических занятиях по вопросам ранней диагностики рака шейки матки. За день специалисты осмотрели около 20 пациенток с этим диагнозом. Средний возраст женщин составил 35-37 лет. Курсы были полезны в том, что, во-первых, мы убедились в том, что мы правильно забираем анализы. Нам еще раз показали правильность забора этих анализов. Насколько... Потому что ведь правильность забора, она дает большую точность, информативность. Потому что если неправильно забранный материал, можно взять, допустим, с одной части, да, шеечки матки. А онкология, оказывается, в другой момент, да. Поэтому было разобрано конкретно, как берется, в каких местах берется. Медицина не стоит на месте, и курсы повышения квалификации для любого врача очень важны. Непрерывное образование помогает совершенствовать методы работы с пациентами, пояснила Оксана Шпейт. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, Служба новостей, Саров, 24. С наступлением теплой погоды все больше горожан выбираются на природу. На поход в лес на шашлыки чреват встречей с клещами. Эти паразиты переносят опасные для человека болезни – клещевой энцефалит и баралиоз. Начался сезон активности иксодовых клещей. Эти паразиты сезонные, они активны не круглогодично, а только в конкретный период. На нашей территории клещи просыпаются от зимней спячки в марте-апреле. И случаи присасывания регистрируются вплоть до октября-ноября, в зависимости от погодных условий. Существует два пика активности клещей – май, июнь и август-сентябрь, когда регистрируется наибольшее число присасываний. Ежегодно в Сарове регистрируют от 200 до 500 случаев укусов. За последние два года наблюдается снижение их числа. Клещи переносят опасные заболевания. Клещевой вирусный энцефалит, эксодовый и клещевой баралиоз, анаплазмоз, моноцитарный арлихиоз. В Сарове регистрируют только случаи заболевания баралиозом. По клещевому энцефалиту в Нижегородской области 28 административных территорий признаны эндемичными, в том числе находящиеся вблизи с нашим городом Арзамаски, Ордатовские и Дивеевские районы. В регионе в прошлом году зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита. В Сарове заболеваемость этой инфекции не регистрируют. Территория Республики Мордовии также не эндемична. Тем не менее, специалисты советуют придерживаться нескольких правил, чтобы избежать укусов. При посещении леса надевайте светлую одежду, максимально закрывайте тело. Брюки необходимо заправить в сапоги или носки. На голове должен быть главной убор. Во время отдыха на природе избегайте густо заросших травой участков. Проводите осмотры каждые 10-15 минут. Используйте репелленты. После возвращения из леса осмотрите тело и одежду. При обнаружении присосавшегося клеща обратитесь в медицинское учреждение или вытащите клеща самостоятельно. По направлению Государственной медицинской организации клещей исследуют бесплатно для граждан в лаборатории особо опасных инфекций Роспотребнадзора Нижегородской области только на клещевой энцефалит. На остальные клещевые инфекции исследования проводят на платной основе. Екатерина Пенова, Александр Мальков, служба новостей Саров-24. Каждая десятая авария в России происходит при участии нетрезвого водителя. В Сарове практически каждую неделю сотрудники ГИБДД останавливают тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 21 апреля дорожные полицейские представители одной из российских радиостанций провели очередную профилактическую акцию для того, чтобы выявить таких нарушителей. Вождение нетрезвым в виде уже не редкость. За три месяца этого года в Сарове к административной ответственности привлекли более 60 водителей, кто садился за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 14 человек из них стали участниками аварий. Данная акция нацелена на пропаганду трезвого образа жизни, недопущение управления автомобилем в состоянии опьянения, а также на формирование нетерпимого отношения общества к лицам, садящихся за руль в нетрезвом стоянии. В связи с чем, госавтоинспекция призывает всех неравнувших граждан позвонить по телефону 112, если вам стало известно о передвижении трезвого водителя, и сообщить следующую информацию. Марку, государственные инвестиционные знаки, транспортные средства, а также приблизительный маршрут движения. Школьники вместе с работниками полиции раздавали автовладельцам лимонад с надписью «Трезвый водитель». Также участники акции получили памятки об опасности вождения в состоянии алкогольного опьянения. ГИБДД проводит акцию «Трезвый водитель». Соблюдайте правила дорожного движения, не пейте за рулем, и вот вам лимонад. Впереди майские праздники, потом летние каникулы, что очень много будет детей, и чтобы находиться за рулем, нужно быть очень внимательным и ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом виде. Берегите себя, свой автомобиль и жизни других участников дорожного движения. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей СОРО-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин